Будем разбираться, как с использованием конечностей можно летать. Сначала немножко вернемся в правдущую модель. Что нам сегодня будет важно? А в какой части конечностей всегда сосредоточено самое сильное мусплу опору? Плечевой. Плечевой, это на передней конечности. А, и бедренной. Бедренной, на задней. А как в общем понятии? Сотрудничество. Да, ближе к теплу. Абсолютно верно. Фанат терминологии. Для тех, кто хочет постепенно учиться грамотно на изучение. Биология, так как вообще в наоборот. Ближайшая к точке отсчета система будет называться проксимальной. Самая близкая к нашей солнечной системе звезда, как называется? Проксима центра. Почему проксима? Потому что ближайшая. Удаленная от центра, дистальна. Находящаяся на дистанции. Вот у нас есть лапа. И мы собираемся этой лапой делать очень широкие шаги. Или оставлять ее взмахивать, обитая очень большую поверхность. Ясно, что для этого ее надо удлинить. Такое удлимение конечностей будет происходить равномерно на всех участках. Все участки удлиняются. Какие-то удлиняются, а какие-то нет. А главное, почему? Какой участок не будет удлиняться, а какой будет? Обычно дальние именно измены. Совершенно верно. Почему при удлинении конечностей удлиняется действительно дистально удаленное участок, а проксимальные остаются? Да. А из-за того, чтобы он мышцы в максимальном поддерживали, ну как правильно, если будет 2-2 год в максимальном, то можно? Мышцы так и так будут поддерживать. Дело в том, что отдаленное тело, если будет изменяться, то есть если мышца будет тяжелее, нам будет и тяжелее ходить, и бегать, и прыгать. Салютно верно. Помните наши задачи, которые мы прошлый раз совершали? Я предлагал помахать рукой в двух разных условиях. В первом случае 2-килограммовая гиря у вас привязана к руке вот здесь, рядом с плечевым суставом. А в втором случае 2-килограммовая гиря у вас привязана вот здесь, киска. В каком случае вам речь будет сделать столб с мангров? Чем ближе к центру масса, тем проще, тем меньше усилий вам придется затратить. Те, кто по физике уже проходил рычаги, должны отделать мангровство. Так? Значит, если мы прикладываем усилие вот к такому рычагу, необходимо совершенно колоссальное усилие, чтобы его применить. Причат огромный. Так? Поэтому при удлинении конечностей массивные части, а массивные части ближе к улучшению. Остается, как правило, не удлиненное. А вот уже исходя из самой первой конструкции, еще и у амфибий. А вот кисти, это были очень массивные части, или наоборот, облегченные части? Ну, конечно, им же ходить на дуку. Если бы кисть была тяжелая, массивная, сколько бы усилий пришлось затрачивать на передвижение ваку? Да. Кисть облегченная. Значит, при удлинении конечностей удлинять будем облегченную часть. Хорошо получили. На примере подскакивания птиц для первого взмаха, на примере прыжков лягушек, для того, чтобы получить хорошую заднюю вакуум для прыжка, кроме того, что мы удлиняем ее, что еще надо сделать? Хорошо? Дополнительный отдел, дополнительный рычаг. Мы к стопульту, которая выбрасывает тепло в воздух, вставляем еще один участок, дающий дополнительное ускорение. Так? Ну и напоминаю, обычно срастается, образуя дополнительный участок вот эти косточки кисти или стопы. Почему? А здесь сращивать нечем. Здесь дополнительный участок не получишь. Просто здесь уже все есть. А вот здесь можно сливать, образовывать некоторые стержень, припеть к нему сухожилия, которые все равно вот сюда, мышцы такие, все равно вот здесь будут, подрежут к нему еще. А вот сухожилия, как глиные веревки, можно сюда подвести, ради бога. Хорошо. Получили пробующую ногу. Иблина Tata. Продолжение следует...